1 вольт клетка Сигнал на ЕРФБ 460 Это на своем драйвере От стона на секунд клетка Вот какой фронт Сколько наносекунд Вот тут 0 Где-то 50 наносекунд 40-50 наносекунд Открыть ее Если считать транзистор От 1 вольта не откроется 1 вольт 2 вольта 3 вольта 4 вольта 5 вольт 50 наносекунд Открытие 5 вольта Откроется Еще раз Другой фронт Другой фронт Там где-то 30 наносекунд Закрытие Открытие 50 наносекунд Вот тут 8 вольт Стабилизатор стоит 10 вольт 5 вольт 6 вольта вот на 7 вольт где-то заряжается маловато на 7 вольт следил при пяти он должен полностью открыться вот фронты на драйвере ТЦ 4420 или какого-то 4420 1 вольт 1 клетка это на слабом транзисле такие фронты 100 на секунду клетка клетка время открытия это где-то 20 на секунду но даже если досюда если досюда где-то 50 это на слабом транзисле у которого маленький затвор где-то 20-40 то есть тут 100 на секунду 20-40 60 ну 40 где-то 40 20 где-то 1 2 3 4 при 5 вольтах он открывается где-то 30 на секунду и открытие примерно такое самое вот тут неплохое показатель на другом еще вот тут 40 на секунду 20 40 60 80 100 закрытие открытие тоже пример вот первый рфп 460 с большой емкостью затвора вот какие ваши фронты стоят нехорошие вот фронт закрытия если отсюда считать 1 2 3 4 5 6 7 где-то где-то 100 на секунду даже не успевает можно считать 100 на секунду а если до сюда то 200 на секунду ну где-то 150 можно считать потому что при одном вольте никакой транзистор еще не откроется где-то открывается ну допустим от одного вот 100 можно где-то ну если не смотря как считать допустим 100 на секунду но открытие это тут 1 2 3 4 ну тут где-то можно считать 50 60 на на секунду открытие 1 вольт клетка 100 на на секунду можно считать 1 2 3 4 5 теперь 5 вот открывается где-то где-то 60 на на секунду 70 можно считать можно посмотреть RFP 4 160 и как 5 на нет а а он 0,27 Ом, ёмкость. Вот 4200, я меряю на самом деле 50000, тут у разных производителей разная ёмкость. А я и хотел посмотреть напряжение срабатывания сотвора вот, где-то 3 вольта срабатывания. 1, 2, 3, он при 3 вольтах начинает уже пропускать, потом 1, 2, 3, и тут уже он полностью откроется. Ну, где-то 100 на секунд получается. Закрытие 1, ну, допустим, при 2 вольтах он полностью закрыт. И 1, 1, 2, 3, тут полностью открыт. Где-то 50 на секунду, если так считать. Всё посмотрю другого производителя. там какой-то подсвечённый натушит, видимо, какой-то старинный. Может, не такой точный. тут тоже срабатывание, где-то 44 вольт вольтах, 3 вольта где-то. И 4200 мегафарад, я меряю, побольше ёмкость. Странно выглядит. Где-то 5000 с чем-то. У меня ещё есть в разных драйверах, можно попробовать другие посмотреть. Вот, на другом драйвере, тут мне кажется, даже получше. Хотя как-то тут всё прыгается, шучно, неустойчиво. Вот, какая-то такая вот ируда, но тут вот открытие зато очень хорошее. Вот, закрытие достаточно резкое, а потом вот тут какой-то идет. Тут вот нет такого. вообще закрытие где-то на 20 минут получается. вот он где-то 50 минут на секунду. Всё, этот неравирующий хороший получается. Ну а вот тут вот получается. Вот эти стоны на секунду, что-то странно. Почему-то каждый открытие, каждый по-разному. Я переключу теперь этот фотограф, щупно. Вот этот фотограф. Более правильно, без всяких этих показывает. Ну вот, тут достаточно крутые. Ну вот, тут всё как-бы ясно видно. 100 неравирующие. Тут нет никаких выбросов. Это тут самурав и их нафантазировал. Ну вот, тут закрытие 100 нанесекунд клетки. Тут где-то 100 нанесекунд. вот так вот стоны на секунду и открытие где-то смотрю как считать тут хорошее достаточно вот еще вот и на самом общем драйвере вот на моем самодельном драйвере потребление 005 ампер на фабричном драйвере 006 ампер вот на моем самодельном видно что закрытие очень резкое там было около 100 наносекунд одна клетка была одна клетка 100 у меня где-то 50 наносекунд до самого нуля еще вниз идет почему-то вот где-то 50 наносекунд открытие где-то это открытие у меня не такое резкое у меня где-то 50 наносекунд если до этого бугорка считать закрытие где-то вообще 20 наносекунд получается примерно такое же открытие на вот это один-два-четыре-пять вот это хорошее может полностью не открытие она допустим полностью открывается 20 наносекунд открытие на 8 метров тут на самом деле тут что-то искажает вот может какая-то наводка пошла я на скандинку потому что там прияльник работаем в питании вот это там наводка пускай вот теперь мой самодельный вот он еще вниз идет вот закрытие вот тоже где-то 30 наносекунд вот 20 вот тут 30 наносекунд немножко 1 2 3 4 5 6 7 всего ли клетка получается фронт почти 0 где-то 40 наносекунд вот а тут 1 2 3 4 при 4 он не открывается тут вот это что-то вот при 5 так получается 100 наносекунд даже вот даже больше там очень фронт открытия медленный это может быть поменять на другой транзистор может быть немножко быстрее будет теперь стоит для открывания вот такой транзистор BSS 138 для закрывания стоит но там для закрывания получше получается вот такой R24 0.2 там закрывание оно лучше получается потому что когда открывает он не хватает ему питания ну китайские транзисторы 4 вольт а где-то от 2 вольт срабатывают поэтому им тут 4 вольт они уже полностью открыты поэтому такой драйвер можно на китайские транзисторы спокойно пускать и вообще все низковольтные транзисторы имеют ниже напряжения некоторые 2 2 и 5 вольт полностью открываются на 2 и 5 вольт например для затвора где 2 и 5 вольт они полностью ну 4 и 5 тоже полностью открыты но это слабые транзисторы обычно вольт вольт сп Вот, даже меньше, чем 40 мм на секунду закрытия. Где-то можно считать 60 мм на секунду открытия. И вообще при открытии как бы меньше, то идет. Чем при закрытии, потому закрытие важнее. Вот тут скважинность повыше, потому что этот не инвертирует, а тот инвертирует. Там драйвер стоит такой, что я там еще поставил маленький транзистор полевой, который инвертирует сигнал. Вообще драйвер тоже 5 ампер подключает, потребляет 0,5, а не 6. Потому что когда тот был, тогда 6 потреблял, это 0,5. Вообще. Вот это еще старая стилограмма на моем транзисторе. Я теперь запущу ее на драйверскую. Что ничего. Нет, ай, не переключила стилограмма. На драйвере заводском. Вот видно какие-то фронты, они какие-то похуже. А вот почему-то теперь летит сколько? Стану на секунду клеткой, почему-то слон на секунду закрытия фронта. Открытие где-то 60. Раньше же был такой хороший фронт закрытия. Что тут случилось? Или я там переставил похуже драйвер? ADHD. Хотя давайте запущу. Раньше я на другом месте мерял немножко. Но теперь мерел вот тут прямо на транзисторе. Или я там поставил, ну... Не, не понял. Ну вот в общем теперь или он подгорел, ну теперь где-то 60 на секунду, если так на сюда то даже одна миграя. Я там что-то не так мерил. Поставил вот другой драйвер и все хуже. Фронты вообще вот тут 100 на секунду и то до 0 не доходит, у нас все на 200. О, еще один поставил, драйвер. Это С-44-20. С-44-20. О, где-то 150 на на секунду, если досчитать. 100 на на секунду клетка. Он тут закрывается через 1 Ом резистор и открывается через 1 Ом резистор. А мой транзистор открывается через 1 Ом резистор и закрывается прямо. Никаких резисторов нет. Я так сделал. Из-за этого не будет этих сквозных токов, потому что будет через 1 Ом резистор проходить. Вот такие дела. Так что мой получше драйвер самодельный. Я поставил драйвер. Они все примерно одинаково работают. Примерно открытием вот 50 на на секунду, если досюда досчитать. Ну и закрытие, если этих нас считать 100 на на секунду, досюда 160 на на секунду. И вот поэтому тоже видно, что где-то 100 на на секунду, одна клетка 100 на на секунду. Где-то закрытие 100 на на секунду. Вот этот драйвер как-то очень чисто открывает. Вот этот драйвер как-то очень чисто открывает. Где-то даже может и меньше чем 100 на на секунду. Закрытие. Вот он где-то 50 наверное. но если не до сюда, то 100 нанасекунд. Если туда-сюда, то вот так где-то 60-80 нанасекунд. И открытие у него очень чистое. Вот тут считается где-то 50 нанасекунд, если на 5 вольт считать, что он уже практически полностью открылся. Проверим на RFP-460, когда у него что-то не так, но у него срабатывает, напряжение срабатывает. А, да, неправильно засуну. Вот у него срабатывание 3 вольтах, 8 нанасекунд, но тут неправильно теперь показано. При 5 вольтах он полностью открыт, уже должен быть примерно. Не совсем полностью, но можно считать, что полностью он отработает. ТЦ-4429 он вообще не работает. Там на такой, у него очень медленно, это ФРНТ, я там на Алиэкспресс покупал какие-то подделки. Там они вообще очень... У него очень медленно открытые, это вообще даже не видно, как он работает. ТЦ-4429 как бы инвертирующий драйвер. Ну вот так работает. Потребляет 0 на 4 ампера. Так вот, поставил другой. ТЦ-4429. Вот он так работает. И вот сколько он потребляет. Ноль. В общем, я проверила, но все вот так работают. Тут все так работают. ТЦ-4429. Вот они ничего не могут. Очень вот скорость их нехорошая. Вот 5 штук заказал, один вообще не рабочий какой-то, а другой они очень медленные. Вот поэтому я и делаю самодельный транзистор и самодельный драйвер, чтобы не быть независимым от того, что пришлют. Это... И плюс еще самодельный побыстрее, чем эти. Вот так, непонятно, или хороший пришлют, или не хороший драйвер. И тут дешевле сделать. Выходит самодельный просто пока не знаю, как он в работе проявит. Будет часто сгораться. Потому что тут заменить драйвер проще, чем потом вот там перепаивать. Эти транзисторы маленькие. Тоже их не так уж и трудно перепаивать. Всего там вот на этом драйвере три транзистора. И все NPN, то есть N-канальные. Потому что один нужен, чтобы инвертировать для другого сигнал, а вторые два управляющие. Вот только у самодельного драйвера из такой недостаток, что лампа в определенных частотах маргает. Вот и теперь она маргает, просто не видно. А тут явно, видимо, наводки заводятся на транзистор. Вот он инвертирует сигнал. Вот на этой частоте нормально. Вот это на затворы что творится. Но может быть слишком низкое напряжение 8 вольт можно было бы увеличить. Здесь слишком задние фронты плюс крутые. Вольт можно открывается потом выбрать. Вот он наводит на инвертирующий транзистор и везет. Он тут еще более-менее работает. Вот руку приписает. С радиатором лампы свет меняет. То есть, я думаю, наоборот, мой будет самодельный драйвер более стабильный от наводок. Наоборот, получился очень нестабильный. Видимо, нужно инвертирующий транзистор не подходит. А нужно делать на комплементарной паре, как на полаганальном транзисторе. Не хочу я на этом П-канальном делать, потому что они очень слабы. Видимо, нужно повторить им делать. Сперва один Н-канальный и П-канальный, потом повторять. Но уже на мощнее транзисторах. Чтоб не было этих наводок. Я тут немножко улучшил закрытие времени и как бы и наводки поставил. Тот инвертирующий транзистор стал 220 Ом. Я параллельно поставил еще 100 Ом. Тогда закрытие немножко резче стало. Вот она уже почти где-то тут 20 наносекунд стала. Закрытие. Немножко холостой ход увеличился. А зато более увеличилось закрытие. Крутизной наводок меньше. Крутизной наводок меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...